Бывает такое, что из-за того, что в голове очень сложные русские конструкции и слова грамматика, то когда ты пытаешься что-то сказать на английском, то получается долго. Да еще и не так, как бы сказал носитель, а как-то как из переводчика. Есть такое? Об этом поговорим сегодня. Но сначала подпишись на Puzzle English. Во-первых, английский язык контекстов. Буквальный перевод нас не спасет. Вы же не можете прийти в кафе и сказать Но, по крайней мере, я надеюсь, что вы так не скажете. У нас должен быть определенный набор шаблонных предложений, которые мы будем использовать в определенной ситуации. То есть в случае с заказом в кафе. Можно мне что-то? Будет звучать как, например И без вариантов. То же самое мы должны делать и с другими грамматическими оборотами. То же самое мы делаем и с другим вокабуляром, и в других ситуациях. Второй момент. Вы, наверное, слышали, как некоторые говорят Он выучил английский по сериалам. Он просто все время смотрел сериалы и фильмы. Ну а теперь давайте свяжем две эти мысли и подытожим. Как раз сериалы нам дают все это. Разные контексты плюс конкретные мысли плюс реакции в этих разных ситуациях. То есть, проработав это, когда вы в будущем попадете в такую же ситуацию, вы будете реагировать так же. Вроде все просто. Согласны? Ну а как проработать? Просто учить наизусть? Это отнимает у вас шанс импровизировать и полноценно понимать. Шаг первый. Вы учили грамматический оборот с учителем или сами. То есть поняли, да, как он работает? Или выбрали какую-то интересную для вас тему и попробовали с учителем или сами по обучающим видео. Какая грамматика, какие обороты там есть? Шаг два. Взяли какую-то тему или серию из сериала и репетируем. Как будто бы мы уже в этой ситуации. Проговариваем вслух много-много раз, повторяя за носителем. Кстати, со скоростью тоже можно работать по-разному. Обратите на это внимание. Ведь если вы можете очень быстро что-то прочитать, очень быстро что-то повторять, тогда в жизни у вас получится как раз нормальная скорость. Итак, учимся распознавать этот оборот, где он есть еще и почему. Это формирует насмотренность, наслушанность. А это самое важное. Слушать, повторять. Слушать, повторять. А зачем повторять-то? Подумайте вы или даже не обратите внимания. Но это прям ключевое. Вашему мозгу будет гораздо легче воспроизвести то, что вы уже когда-то произносили. Представьте типичную ситуацию. Когда читаем про себя, кажется, вау, все легко. А как только мы пытаемся это озвучить, выходит труднее, да? Или как-то не так. Поэтому важно именно произносить вслух. И самое классное, что эффект не заставит себя долго ждать. Это можно сделать самостоятельно, а можно и в хорошей компании вместе с Puzzle English. В нашем приложении много разобранных сериалов, много разобранной грамматики с тестами и упражнениями. Спасибо, что сегодня были с нами. Подписывайся на наш канал. See you soon! Субтитры сделал DimaTorzok